Нажмите еще раз, не включи вас. Сейчас слышно меня? Нет, оно и так слышно. Да, я постараюсь, чтобы все услышали. Я хочу рассказать, почему наше предприятие, наш трудовой коллектив, решило поддержать инициативу коллектива предприятий. Во-первых, Харьков-Холодмаш и Харьков-Завод транспортного оборудования достаточно давно уже связывают долголетние дружбы и сотрудничества. И это как бы не просто слова, это направленность наших совместных действий в нескольких областях. Это и совместные проекты, это и обмен работниками, и обмен маркетинговыми исследованиями. И скажу, что тоже, когда было собрание другого коллектива, фамилия Парада Александр Николаевич, для всех работников было не новое, оно знакомо, оно значимо для него. Поэтому возражений от трудового коллектива вообще никак не последовало, и все поддержали эту кандидатуру. Во-вторых, коллектив предприятия достаточно хорошо себе понимает, что на сегодняшний момент появилась возможность проголосовать за депутатов, кандидатов депутатов, как по политическим мотивам, которые у каждого есть, конечно, так и непосредственно за того кандидата, которому она может доверить свои чаяния и надежды. Поэтому, естественно, зная Александра Николаевича и его качества, решил решить инициативу эту поддержать. Третье, что я хочу сказать, это работа Александра Николаевича на посту, первого заместителя комитета Новского совета, показалось, это то, что человек способен понимать всех отношений, как по производственной сфере, так и социальной сфере. Знаю, по крайней мере, что у приема Александра Николаевича никогда не один человек не ждал более 50 лет. Не 50, а 50, а 50. Вы испугали. Я поэтому еще раз не точнее. Еще раз хочу сказать, что за личность вообще, Александр Николаевич? Откуда он родом? У нас работает много малышевцев на заводе, выходцам привода малышева. И все с большущей теплотой отзываются об отцепах Александра Николаевича. Человек, который проработал длительное время, воспитал не одно поколение, как рабочих, так и этеровцев. На следующий день его воспитанники работают в разных областях и руководят и предприятиями, и другими организациями. Мать Александра Николаевича проработала всю жизнь на релейном заводе. Это все в Каментеновском районе, в наших районах, Каментеновске, Чернозаводской. Человек вышел с трудовой семьи. Человек понимает все нужды промышленности, коллективов трудовых. И мы считаем, что наша кандидатура, которую мы выдвигаем, будет на высоте. Не только здесь, в Харькове, а и народу депутатам. Спасибо. Пожалуйста, слово предоставляется кандидату. Спасибо. Добрый день. Я, прежде всего, разрешите выразить слова благодарности за Александру Львовичу, и за то, что он вспомнил моего отца. Приятно слышать себя такие вещи. Два слова о себе. Как уже сказали, я родился в Каментеновском районе. С 1993 года работал на разных предприятиях Каментеновского района. В 2002 году пришел на Харьков-Халадмаш. Мне была оказана высокая честь быть депутатом районного совета. Депутаты района совета выбрали меня первым заместителем председателя районного совета. В 2010 году я работал в Каментеновском районе в городе Харьков-Совет. На сегодняшний день я являюсь генеральным директором ассоциации Слобода, в которую входят все промышленные предприятия Каментеновского района. Ну, Каментеновского и Чернозаводского района. Что мне хочется сказать? Сегодня мы слышим со всех сторон много критики. Наверное, может быть, она и не беспочвенна, но для себя я и коллеги мои тут скажут, мы, а что делать? На вопрос ответить хотим. Прежде всего, если немножко обвернуться в историю, Харьков, город Харьков, промышленный центр, 4% УРП Союза давал в 90-е годы, 400 тысяч промышленных рабочих производственных, людей, которые заняты были в производстве, сегодня 40 тысяч. То есть буквально за 20 лет, казалось бы, для страны это не возраст, не срок, у нас 10 раз падение. Вот такое. У нас город тяжелого машиностроения, но самолеты делали. Мы выпускали продукцию, которая, ну, тот же Турбоатом, во многих, сотни стран мира поставлялась. На сегодняшний день, вот, то, что касается законодательства и первые, скажем так, изменения, которые необходимы, у нас на сегодня в Украине, в стране нет закона о промышленности. Мы сегодня, никто не может себе нам четко дать определение, что такое промышленное предприятие. У нас, господа Королевская, вот все ее видят, она везде, вот на всех плакатах, возглавляла, там, пять лет, да, комитет промышленной политики. Мы почему-то не удосужились такой закон принять, а он необходим. Это касается изменения таможенного законодательства, потому что сегодня, как уже сказал у нас руководитель производства, мы сегодня завозим промышленное оборудование, которое не производится в Украине, уникальное. И мы сегодня должны, извините, пять процентов пошлины заплатить, заплатить двадцать процентов НДС, еще ничего не сделав, детали еще не продлили. А сколько левых? Ну, это уже, мы говорим, понимаете, это первое. Понимаете, вот в этом направлении мы, вот прежде всего, то, что касается, а это не бывает. Зачем замалчивать? Мы и так все это знаем. У нас сегодня все взаимосвязано, да, у нас же не может отдельно жить завод, отдельно там какая-то школа, больница. Те налоги, те социальные все выплаты, они же идут откуда берутся. Из тех отчислений, которые предприятия делают. И основная статья дохода, бюджетов, любого уровня, хоть местного, хоть центрального, это подоходный налог, это налог на прибыль предприятий. Поэтому эти вещи, они все очень взаимосвязаны. И работа в районном совете, столкнувшись с этими всеми проблемами, мы понимаем, где одно, во всяком случае, я для себя понял, что мы должны менять именно на уровне центральной власти, на уровне Верховного Совета законы, то есть все. Мы должны создать условия, чтобы к нам приехали, инвестиции. Ведь, понимаете как, сегодня, допустим, в той же самой Венгрии или в той же самой Румынии, казалось бы, там депрессивные регионы Европы, но там люди создают рабочие места, туда едут инвестиции, там электроэнергия дешевле, чем в Украине стоит на сегодняшний день. Там люди создают места рабочие, им государство это затируют, им какие-то вьготы дарят. Поэтому можно много критиковать, можно много говорить там, кто-то плохой, кто-то хороший, но и пока мы не на уровне Верховного Совета законов, мы не поменяем ситуацию, что нам нечего ждать улучшений каких-то. Что касается той же, допустим, местной власти, безусловно, мы все видим, сегодня в городе много делается, и это факт. Единственный вопрос только, вот насколько участие в этом громад конкретных, вот сегодня нет у нас районных советов, может быть, я не знаю, но наверное все-таки люди, которые проживают конкретно на определенной территории, им, наверное, все-таки мнение их важно знать. Хотят они там высаживать цветы, или может быть там отремонтировать подъезд, или... А это тоже формирование бюджета. Сегодня у нас получается, что мы 80% отдаем центральный бюджет, а потом нам в виде дотации какие-то возвращаются деньги, и даже городская или областная власть должна ходить с протянутой рукой, грубо говоря, и просить каких-то дотаций. Может быть, стоит пересмотреть эти вещи, может быть, длинную долю доходов, которые зарабатывает область, нужно и город в том числе оставлять на местах, и громады должны распределять, и решение принимать, как их тратить, эти заработанные деньги. Ну, вот такие базовые моменты, которые хотелось бы сказать. Я благодарен трудовым коллективам, которые с инициативой такой выступили. надеюсь, что не подведу своих коллег, своих друзей. Спасибо. 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 Сейчас передо мной, она зачитает заявление от трудовых коллективов, а потом приедет к вопросам. Ну, так как мы говорили ранее, предприятия нашего района провели собрание трудовых коллективов, и у нас в результате этого появился документ, который я хочу представить вашему внимания от имени трудовых коллективов, заявление трудовых коллективов, промышленных предприятий, ассоциации «Слобода». Мы, трудовые коллективы, промышленные предприятия, ассоциации «Слобода», ощущаем острую потребность в проведении в стране системных реформ, которые помогут возродить промышленный потенциал Тхайкова. Будущие парламентские выборы – это уникальная возможность не только для наших предприятий, но и для всего города получить настоящих защитников интересов громады во власти. На кого мы можем возложить такую ответственность? Безусловно, на людей, которые своим многолетним трудом в интересах громады доказали, что заслуживают нашего доверия. На протяжении последних недель на предприятиях ассоциации «Слобода» состоялись собрания трудовых коллективов. На собрании поднимались вопросы о состоянии социально-экономического развития предприятий и уровень сотрудничества местной и государственной власти с трудовыми коллективами. Этот уровень взаимодействия признан недостаточным. Именно потому трудящиеся публичного акционерного общества «Харько-Холодмаш» предложили выдвинуть генерального директора Ассоциации промышленных предприятий «Слобода» Параду Александра Николаевича, кандидатом в народные депутаты Украины по 173-му поджимандатному округу. Профессионализм и личные качества Александра Параду не вызывают никаких сомнений. Это он доказал и на руководящих должностях предприятия «Холодмаш» и работая на благо громады заместителем главы Коминдверновского районного в городе Харькове Совета. Александр Парада наш кандидат. Решение о его движении приняли трудящиеся на рабочих местах, а не политики в кабинетах. Спасибо большое, дорогие. Переходим к вопросам журнала «Аналитик Виль», потом мы будем говорить, а мы будем дальше. Дмитрий Овсенкин, журнала «Аналитик Виль». Александр Николаевич, у меня к вам два вопроса. Во-первых, вот вы производственник с большим опытом, с большим стажем, но в парламенте придется ведь заниматься не только законами, связанными с промышленностью. На каких экспертов, консультантов, советников вы намерены опираться, работая, ну, скажем, законодательством по международным делам и прочим сферам, которые до сего дня не являлись в вашей профессиональной сфере. Есть ли у вас такие специалисты, которые будут вашими консультантами, вашими экспертами? И второй вопрос, сразу. Вот вы идете от Харькова с большим опытом работы в Харькове, в Советах. Не возникнет ли у вас внутренний конфликт интересов между интересами региона и интересами государства в целом? Ведь могут возникнуть ситуации, когда интересы государства потребуют принимать, голосовать за закон, который будет отдавать приоритет другому региону, предприятиям из других регионов, аналогичным нашим Харьковским. Будет ли такой, сможете ли вы справиться с этим конфликтом интереса? Спасибо. Пожалуйста. Интересный вопрос. Ну, во-первых, то, что касается международных вопросов. Ну, эксперты. Эксперты. Ну, мне близка, в общем-то, позиция, я ценю ее качественно вам скажу. На сегодняшний день такой партии, как Фронт Змин, нет. Люди, которые работали во Фронте Змин, они переустановили свое членство в этой партии, в принципе. И сейчас идут, как вы знаете, списка объединенной оппозиции. Но, тем не менее, на личном уровне, я считаю, там достаточно компетентных людей, которые могут подсказать или какие-то вещи, в том числе и предложить. То, что касается международного права, этих всех вещей. А второй вопрос. Вы знаете, я не разделяю сегодня Харьков или другие какие-то области. Ведь эти же проблемы, которые сегодня мои коллеги озвучивали, они наверняка для всей Украины одинаковы. Что нету на Турбоатоме, или на заводе Малышева, или на тот же Трюковский завод. Ну и в Запорожье есть, или в Днепропетровске. Конечно, мы, извините, по поезда, вот опять же тот же Трюковский завод. Россия покупает, очень стоит за вагонами. А в Украине, оказывается, выгоднее, оказывается, нам нахудает. Поэтому, ну, если мы базовые создадим принципы для того, чтобы было выгодно в Украине производить, я думаю, это для всех один будет. И для Харьков в том числе. А там уже, если найдутся более оборотистые бизнесмены, которые увидят перспективу, увидят, что здесь интересно и выгодно, наверное, Харьков никогда не отличался, или не всегда отличался тем, что у нас всегда какие-то новшества, новации. У нас в нашем городе, в первую очередь, всегда. Поэтому я не думаю, что будет для Харькова это хуже, будет только лучше. Пожалуйста, Александр Николаевич. Александр Николаевич, вот вы говорите, что вы хотите, какие ваши товарищи хотят выйти на рынок, на более обширный рынок. Какой? Европейский, российский. Какой из этих таможенных союзов вам, казалось бы, для ваших предприятий лучше войти, чтобы производство и заказы шли на ваши предприятия полным потоком? И второй вопрос. Какие законы? Вы только сказали, намекнули законы промышленности и так далее. Что там должно в этом законе? Какие моменты? И краткий такой вопрос. Третий. Считаете ли вы, что с Яценюком, с представителем, скажем так, западного капитала, агентом влияния Запада, вы что-то можете построить, вот ту проблему решить, о которой вы только что сказали? Спасибо. Спасибо за вопрос. Знаете, ну, если уже начнем с Яценюка, да? Нет, давайте вот с ваших проблем. Ну, давайте оценивать рынки, да? Ну, Европа 300 миллионов человек рынок, ну, и Россия 180, да? Ну, может быть, там до силы было. Ну, 120, да. В том числе и Китай, и Средняя Азия. Давайте быть объективными. Мы сегодня, к сожалению, отстали очень сильно. И, к сожалению, европейский рынок для нас в силу разных причин, ну, скажем так, тяжело на него пробиться, хотя есть примеры, когда люди успешно работают в Европе. Скажем, если говорить о наших конкретных предприятиях, то, безусловно, это ближнее зарубежье и страны в Восточной Европе. То, что касается продукции наших заводов. Хотя, я думаю, что, например, законы, которые позволят привести в Украину инвестиции и модернизировать их, давайте понимать, что у нас сегодня парк оборудования. Это какой? У нас единицы завозятся. Плюс есть же еще такие моменты, когда европейцы не хотят нам продавать высокоточное оборудование. И, скажем так, например, частному какому-то предприятию они могут продать высокоточный станок. А, например, заводу Малышева нет. Или, допустим, электротяжмашины нет. Сейчас система GPS, и четко можно увидеть, где, какой станок стоит. Это все, грубо говоря, война, война рынка, война капиталов. И мы не должны быть какими-то заглядателями. Безусловно, мы должны агрессивно тоже политику вести, тоже завоевывать. Ведь ездят же и премьер-министры, и президенты всех стран с одной целью – продать свою продукцию. Почему мы только покупаем у кого-то? Я думаю, что, что касается законов, это прежде всего… У нас сегодня парадоксальная ситуация. Та продукция, как я уже сегодня сказал, высокоточное оборудование, которое не производится в Украине, подчеркиваю. Которое дает высокую добавочную стоимость. Продолжение следует...